Пару минут на подготовку. Как видите, тема сегодняшнего брифа настолько сложная, что я даже шпаргалку себе написал небольшую. Все готовы? Да. Давайте тогда начнем. Собственно говоря, сегодня я хочу вам рассказать о ситуации, которая мне представляется дикой и нетерпимой. Это ситуация вокруг сбитого самолета и людей, которые погибли в этой, ну будем ее так называть, в этой катастрофе. Чтобы вы понимали, как только катастрофа случилась, мы нашими силами, так сказать, весьма скромными, теми, которые могли выделить, оцепили, ну, так сказать, площадь катастрофы. Это большая площадь, более 10 квадратных километров. На которой разбросаны обломки самолета и тела погибших. Тут же был создан штаб оперативный, в который вошла и прокурорская группа, и группа следователей, и группа патологоанатиков. Однако этот штаб не трогал никак обстановку на месте происшествия, ожидая приезда международных экспертов и специалистов. Вчера место происшествия, скажем так, посетила группа из 14 представителей ОБСЕ и 4 украинских экспертов. Ночью мы встретились с главой миссии ОБСЕ здесь. Это, я так понимаю, заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине, Александр Гук. Вчера ночью мы с ним встретились и долго и серьезно беседовали на тему этого происшествия. Надо сказать, что представители ОБСЕ оказались не очень довольны взаимодействием с нами. И я объясню причину этого недовольства. Они считали, что та охрана, которую мы им выделили, не позволяет им достаточно активно действовать по всему полю, вот по всей территории, на которой случилось происшествие. Я объясню им и объясняю вам, что это связано с тем, что место катастрофы находится фактически на нейтральной полосе. На полосе, так сказать, практического соприкосновения наших подразделений и сил противника. То бишь, украинских войск. Соответственно, пребывание на этой территории представляет некую потенциальную опасность. И наша охрана, она прежде всего пыталась обеспечить безопасность членов миссии. Надо сказать, что они спрашивали меня о гарантиях безопасности, которую мы можем предоставить экспертам, сотрудникам ОБСЕ. Мы им это обещали и обещаем, что максимальная безопасность, которую мы сможем обеспечить, она будет им организована и предоставлена. Однако, естественно, ситуация в зоне боевых действий остается напряженной. Более того, хочу сказать, что и вчера проходили консультации с консультативной группой из Киева. Они проходили в видеоформате. Могу сказать, что там даже речи не шло ни о каком гуманитарном прекращении огня и гуманитарных коридорах. Соответственно, боевые действия продолжаются по всему фронту и продолжаются активно. Поэтому, естественно, обеспечивать безопасность мы можем только очень относительно. В то же время Александр Гук сообщил нам, что ВСЕ ОБСЕ настаивает на том, чтобы место происшествия сохранялось до приезда всех экспертов в неприкосновенности. Потому что это важно и требуется нам отчитаться перед 57 странами, которые, собственно, входят в эту уважаемую организацию. Если мы как-то затронем место происшествия. Мы его не трогаем пока. Однако, хотим обратить внимание на то, что существует гуманитарный аспект. И гуманитарный аспект, как вы понимаете, он очень серьезный. Существуют просто какие-то вещи общечеловеческие. Дело в том, что тела практически 300 погибших разбросаны по всему этому огромному полю. Часть этих тел попала даже, собственно говоря, на и в жилые дома. Мы пытаемся не трогать эту ситуацию, но не пытаемся. Мы ее сохраняем в неприкосновенности пока. Но вы же знаете, что в Донецке практически 30-градусная жара. И, простите, тела разлагаются. И мы считаем, что промедление здесь, оно просто является бесчеловечным по отношению к родственникам, друзьям, ко всем близким погибшим. Мы еще раз выражаем им самое глубокое соболезнование. Они оказались невильными жертвами этой необъявленной войны. Мы знаем от Александра Бука, что в Киеве находится группа аж из 81 эксперта и специалиста. 60 человек из Малайзии. Там 6 человек, если не ошибаюсь, из Великобритании. Какое-то количество экспертов из Соединенных Штатов. Мы просили Александра Бука, чтобы он максимально поторопил эти группы экспертов. Мы готовы обеспечивать им максимальную степень безопасности. Насколько это в наших силах. Мы хотим, чтобы они как можно скорее оказались бы на месте происшествия. Однако нам было заявлено, что эти группы, да, эта группа из 81 человека, она будет сегодня в Киеве совещаться о чем-то. И только завтра, возможно, возможно, завтра прибудет к месту событий. Нам представляется, и мы просим все мировое сообщество, всех политиков, каким-то образом постараться, постараться, извините, слово надавить плохое, да, постараться повлиять на этих экспертов, чтобы они как-нибудь прибыли бы поскорее. По одной простой причине. Жара. Обстановка там сложная. Она в любую минуту может быть изменена. И изменена она может быть очень простым образом. Это зона боевых действий, фактически. Любой артобстрел, бомбежка принципиально изменит обстановку на месте действия. Вот эта группа, если она хочет действительно работать, она должна прибыть на место происшествия как можно скорее и начать работу. Мы взаимодействуем и с Международным Красным Крестом, который тоже нам обещал прибытие своих специалистов. Но тоже, к сожалению, только завтра. Я еще раз повторяю, в это время тела немильных людей, которые погибли в этой войне, продолжают быть разбросаны по огромной территории в 10 квадратных километров, по территории, на которой, помимо всего прочего, извините, водятся одичавшие собаки и огромное количество лис, которые эти тела начнут растаскивать. Эта территория еще находится под возможным вероятным воздействием нашего противника. Она может им простреливаться. В любую минуту обстановка на месте происшествия может быть изменена таким образом, что у нас не будет возможности ни для генетических экспертиз, ни для технических экспертиз обломков самолета. Поэтому мы просим, застаиваем, призываем, все что угодно, как можно быстрее экспертные группы прибыть на место происшествия. Мы заинтересованы максимально полным и объективным расследованием обстоятельств этого происшествия. Однако мы не встречаем доброй воли и экспертов международных, и, простите, мы не видим доброй воли всего международного сообщества. Мы этим крайне удивлены, и мы, честно говоря, возмущены тем, что нас заставляют сохранять эту обстановку неприкосновенной, пока мы все ждем и ждем экспертов. Есть просто обычный человеческий, общечеловеческий, если хотите, аспект этой проблемы. Как мы будем возвращать тела погибших? В каком состоянии? Для чего это делается? Нам представляется, что это возможная искусственная затяжка, которая организована Киевом. Для того, чтобы место действия было изменено, для того, чтобы эксперты не имели бы доступа к месту действия, для того, чтобы обстановка на месте действия была бы изменена, для того, чтобы каким-то образом сделать расследование или невозможным, или неполным. А нам нужно, чтобы оно было не только возможным, но и чтобы оно было максимально быстрым и максимально полным. Нам представляется, что отчасти мы сталкиваемся, если угодно, с саботажем этого расследования. Возможно, это делается потому, что Украина и украинские власти не заинтересованы в расследовании этой ситуации, в реальном расследовании этой ситуации. Возможно, поэтому они не предлагают гуманитарных коридоров и прекращение огня хотя бы в этой зоне, в зоне, непосредственно прилегающей к месту происшествия. Итак, сейчас мы пока что соглашаемся с, скажем так, просьбами представителей УПСЕ и нашей следственной группы, несмотря на то, что у нас есть 30 следователей, более 30 следователей МВД и прокуратуры, несмотря на то, что у нас есть готовность 15 патологоанатомов, мы не приступаем к никаким работам на месте происшествия. Простите уж меня за черный юмор, мы даже не трогаем ситуацию с той бабушкой, понимаете, которая через крышу дома пролетела в ее собственную постель, простите, болый труп, и она говорит, убедите у меня из постели это тело. А мы говорим, нет, извините, нельзя, обстановку трогать мы имеем права. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что тела погибших невинных людей лежат на 30-ти градусной жаре. Ну, это так, это общечеловеческий аспект. Более того, еще раз подчеркиваю, обстановка может быть в любой момент изменена действием со стороны нашего противника, изменена, скажем так, технически. Упадут снаряды, бомбы, ракеты, и расследование станет невозможным. Я еще раз хочу сказать, что мы оставляем за собой право, если затяжка эта, искусственная или случайная, не хочу никого обвинять, будет продолжаться, приступить к работе хотя бы по уборке тел погибших. Однако, на сегодняшний день мы этого не делаем. И очень сильно, я бы сказал, очень напряженно ждем экспертов, специалистов Красного Христа, патологоанагмов, всех тех, кто поможет нам убрать тела, провести экспертизу как техническую, так и генетическую. Ну, одним словом, справиться с этой колоссальной проблемой и колоссальной трагедией. Мы обращаемся и к Российской Федерации с просьбой помочь нам решить этот вопрос. Прислать, если это возможно, своих экспертов, своих специалистов, которые помогли бы нам эту проблему решить. Мы считаем, что промедление здесь, ну, мягко выражаясь, выглядит некрасиво. И промедление здесь выглядит, на самом деле, ну, нам представляется, что оно поистине бесчеловечно по отношению к родственникам, друзьям и близким погибших людей. И, собственно, пока что все. Я хочу услышать ваши вопросы, если они есть. А это на черные ящики, скажите. На черные ящики. Да, на черные ящики. Черные ящики пока не обнаружены, потому что мы не трогаем обстановку на месте происшествия. На этом настаивает миссия ОБСЕ. Должны прибыть их эксперты, и они должны искать, в частности, черные ящики. Четыре эксперта с украинской стороны уже прибыли. Они были вчера на месте происшествия, будут и сегодня. Они сейчас в пути туда, на место происшествия, вместе с 14 представителями ОБСЕ. Они там будут работать. Мы им будем обеспечивать максимальное широкое поле работы. Но единственное, что, как вы понимаете, мы будем очень стараться обеспечить их безопасность. Мы будем обеспечивать им максимальный доступ к месту происшествия. Они вчера там были, будут и сейчас уже прибыли на место и работают и сегодня. А совещание как-то будет? Сколько идет? Что-то будет совещание в Киеве. Это абортируют совещаться? Это будут эксперты совещаться в Киеве. Группа этих экспертов, и они разные, состоят из разных специалистов. Они будут совещаться о чем-то, с кем-то в Киеве. И только завтра они собираются прибыть. Причем завтра, судя по всему, не в первую половину, а во вторую. Соответственно, приступить к работе, а не тогда слово. После завтра, в понедельник, время идет, извините. Соответственно, сообщение о том, что с месту удержаны черные ящики или тела погибших. Вот как рекомментируете? Якобы были найдены ящики, которые уже увезли откуда, и якобы были тоже 34 тела, которые тоже с места происшествия увезли. Что вы можете по этому поводу сказать? Пока никак не буду комментировать. У меня таких сведений нет. Мы не трогаем обстановку на месте происшествия. Вчера во время визита ОБСЕ звучали выстрелы в боссе. Как вы это можете объяснить? Выстрелы в зоне боевых действий могут звучать. Они пытались пройти куда-то, а их не пускали выстрелы в боссе. Это выгодно. Вы в этом уверены? Абсолютно. Я такую информацию получал. Однако, по нашим данным, тем не менее, никакого противодействия в миссии ОБСЕ не звучало. Я опять-таки подчеркиваю, это нейтральная полоса. Выстрелы могут звучать. Они звучат периодически и в самом городе Донецке, в котором боевых действий происходит. Вы же понимаете, это зона боевых действий фактически. Никаких предложений о прекращении огня хотя бы в этой зоне нам не поступало. А родственники не прибыли в Донецке? Как они здесь раздельяются? Нет, пока нет, не прибыли. Я знаю, что родственники, некоторое количество родственников, пострадавших, прибыло в бою. Еще один вопрос. Если родственники, пострадавших, будут прибывать в Донецк, мы будем размещать, охранять, ну, все, что положено. И второй вопрос. Вы говорите, что ведут свою консультацию. Скажите, с киевской стороны, с киевской стороны ведут консультации представитель ОБСЕ, госпожа Ханги, если не ошибаюсь. Ведет консультации Леонид Кучма и ведет консультации, так сказать, является посредником при этих консультациях посол в России Михаил Зуровов. Однако эти консультации, они пока что не приводят к желаемому результату. Время все тянется и тянется. Наш первый вице-премьер Андрей Пургин сидит на этих консультациях до бесконечности. Возникают разного рода технологические вопросы, они решаются, консультации прорываются на 40 минут, на час, на два, на три. После этого они снова возобновляются и вот практического решения вопросов нету, а консультации идут. То есть всегда можно отчитаться о том, что консультации проводятся, ну, а решения нет. В принципе, это такая отличная ситуация, я бы сказал. То есть от прямого контакта с украинским правительством у вас нет? Нет, нет, нет. То есть если вместо украинского правительства есть для них Кучма, то можете считать это прямым контактом. Но я в данном случае не очень понимаю, насколько полномочен и порвовочен господин Кучма, хотя он себя как-то раз назвал пожизненным президентом Украины. Ну, это оставим на его совете. То есть получается, Порошенко именно отказывается с нами провести связь какую-то? Да, совершенно верно. Никаких контактов со стороны действительно уполномоченных и официальных лиц, с нами не было? Нет, нет. Да. Да, пожалуйста. Простите? Столько останков, а сейчас останки, с каких тел удовольствием вы можете поместить? Ну, как вы понимаете, там погибло, собственно, 295 человек. 298, извините. Да, 298. Вы знаете, вы не были на месте происшествия. Я вот был, я могу вам сказать, что слово «найти останки», оно может быть еще во многих случаях весьма и весьма, так сказать, относительным. Так же, как и любая безопасность бывает относительной. По одной простой причине. Многие тела очень сильно, они как бы это выразится, помягче, фрагментированы. Кстати, представитель миссии ОБСЕ предложил нам, когда мы, собственно, его спрашивали о человеческом, гуманитарном аспекте, как он может прокомментировать или что он может посоветовать на эту тему. Единственное, что он посоветовал, это накрыть тела чем-то, тряпочками по всей миссии, чтобы они так глазами бросались. Ну, вы понимаете ценность такого совета, учитывая погодные условия и все прочее. То есть у вас, вы не можете отлучить данные, количество данных? Отлучить данные? Однародная цифра, 180... Однародная цифра. Я вам говорю, да, если говорить о более-менее целых телах, это примерно столько, но есть тела, которые очень сильно фрагментированы. Это не тела, это, извините, останки. Давайте я уже не буду употреблять каких-то жестких выражений, да, потому что это, ну, не совсем корректно по отношению к тем родственникам и близким погибших, которые, возможно, будут слышать мои слова в вашей передаче, в вашем изложении. Но многие тела очень сильно фрагментированы. Увы. Александр Ильич, а в паспорталах документы какие-то найдены, хотя бы половину? Документы, да, документы найдены в довольно большом количестве. Большое, да? Да. Вы их собрали или отзывали? Те документы, которые вот непосредственно лежат, они собираются сотрудниками прокуратуры и будут, естественно, подоставлены экспертами. А, я не могу, уточнить, про черные ящики. Вы говорите, что сотрудники какое-то следует ведут расследование? Расследование ведут, но обстановку на месте происшествия не меняют. Естественно, речь идет о вопросе свидетелей, да, о получении разного рода данных. Они, естественно, как-то могли осмотреть и технические вот обломки, скажем так, самолета. Но они ничего не трогают и не забирают с собой до приезда международных экспертов. И в случае нахождения ящиков, вы готовы задумываться? Конечно. Как вы можете прокомментировать информацию о попытках использования надежных карт для погибших? Я могу сказать, что это, к сожалению, возможный вариант. Вы поймите, территория огромная, и чтобы ее оцепить сразу, чтобы ее оцепить, потребовалось довольно большое количество времени. Не исключено, что кто-то из местных жителей мог обыскать тела погибших, найти эти карты и попытаться их использовать. К сожалению, я такого не исключаю. Кс. Кругин заявил, что предварительная договоренность достигнута о том, что тела будут передаваться в Мариуполь. Так ли это? И могли бы вы более детально тогда эту информацию рассказать? Ну, у нас нет мощностей для хранения такого количества тел погибших. Поэтому мы были бы рады, если бы Российская Федерация приняла бы тела погибших. Но если это окажется невозможным, то мы готовы передать тела, просто исходя опять-таки из гуманитарного аспекта, готовы передать тела туда, где есть возможность для их хранения и последующей оттавки. Но это место только занимает Мариуполь? Да, речь шла о Мариуполе. Сначала речь шла о Харькове, а потом речь шла о Мариуполе. Есть железнодорожные рефрижераторы, которые позволят нам эти тела доставить. Второй вопрос. Не очень ясно. Так а почему эксперты УБС не едут? Почему они от вас требуют? Они от вас требуют коридоры, монетажного сокращения огня, гарантии? Мы не можем прекратить огонь, поскольку не прекращает противоположная сторона. Это естественно. А почему они не едут? Все не говорят нам это? Они, как видите, едут в каком-то количестве. 14 человек приехало. А дальше они говорят о том, что они приедут обязательно и собираются. У меня только один вопрос. Почему они едут так долго? Как вы понимаете, мы не находимся в центре Африки, мы не находимся в Антарктиде, мы находимся реально географически в центре Европы. И путь от Киева до Донецка на машине занимает, ну, часа 4, может быть, 5 часов занимает. В зависимости от скорости, с которой ехать. Безопасность, начиная с первого нашего блокпоста, мы им готовы организовать и обеспечить. Безопасность, охрану, все что угодно. У нас просят ничего не трогать. Да. При этом, собственно, говорят, что если мы что-то будем трогать, то нам, соответственно, угрожает недовольство мирового сообщества. Ну, хорошо, оно нам угрожает. Ну, тогда мы говорим, дорогое мировое сообщество. Если ты, мировое сообщество, нас просишь ничего не трогать, то тогда ты приезжай скорее с ОБО и начинай трогать. И начинай как-то эту ситуацию решать. Но, дорогое мировое сообщество, почему-то медленно. Хотя мы говорим, что обстановка тяжелая. Она тяжелая с гуманитарной точки зрения. Она достаточно опасная с военной точки зрения. Потому что, извините, обстреляют это поле один раз из чего-нибудь. И после этого искать будет нечего. Я уже говорил, причина достаточно очевидна. По всей видимости, этот самолет был сбит. Сбить его мы не могли и не хотели. У нас нет таких средств противовоздушной обороны, которые позволили бы сбить самолет на высоте, летящий на высоте 10600 метров. Наши средства ПВО добиваются до высоты только 3000 метров, имеющиеся у нас в наличии. Благодаря чему украинская авиация нас бомбит с больших высот регулярно. Попадает, правда, очень часто в жилые кварталы и в населенные пункты, но бомбит. Это первый аспект проблемы. Второй аспект проблемы состоит в том, что это нам максимально невыгодно. А вот украинской стороне, подобного рода катастрофа, она максимально выгодна. Я объяснял уже почему. Таким образом, на мой взгляд, ситуация абсолютно очевидная. Самолет был сбит украинской стороной. Какими средствами? ПВО или авиации? Я не знаю. Решать этот вопрос, отвечать на этот вопрос. Это дело экспертов, в которых мы как раз и ждем. Но они почему-то к нам не едут. Такое впечатление, что они дожидаются того, чтобы ситуация стала бы абсолютно чудовищной, как с гуманитарной точки зрения. Так бы и изменилось технологически, с тем, чтобы потом, сославшись на то, что ситуация изменилась, во-первых, представить нас в невыгодном свете с гуманитарной точки зрения, во-вторых, объяснить невозможность своего вердикта. Что вердикт принести невозможно, потому что все технические особенности уже исчезли. Ничего расследовать невозможно. Вот и все. Поэтому мы просто призываем всех людей доброй воли, всех политиков, как-то попытаться организовать приезд экспертов, неважно каких, американских, британских, малазийских, каких еще угодно, сделать это побыстрее. Пеймар Дамик, не совсем ясно. 14 человек приехали. Почему они не работают на месте? Они работают на месте. Это представители ОБСЕ. Представители ОБСЕ по своим функциям являются наблюдателями. Вот они приехали и наблюдают, что происходит. Поскольку ничего не происходит, они наблюдают за тем, что ничего не происходит. Мы ожидаем экспертов в области авиационной безопасности. Мы ожидаем патологоанатомов. Мы ожидаем медицинских экспертов, которые будут контролировать уборку трупов. Тел погибших. Это международных 60 человек из Малайзии, я знаю. Вообще всего 81 человек сейчас. Это не под эгидой ОБСЕ? Нет, это не под эгидой ОБСЕ. Это международные эксперты из различных организаций. Мы ожидаем технических экспертов, которые будут как раз расследовать технические аспекты катастрофы. То есть будут говорить, что это было. Ракета воздух-воздух. Какое-то средство ПВО. Откуда ударило. Ну, в общем, вот эти все аспекты для нас тоже принципиально важны. Потому что, когда эти технические аспекты будут выяснены, и будут выяснены объективно и беспристрастно, то я думаю, что украинская сторона будет выглядеть, ну, как говорят по-русски, очень бледно. Вы уже отвечали на этот вопрос. Можно еще раз вернуться? Что произошло с системой БУК, которая, как передавали, 29 июля была взята ополченцами? Это первая часть. И вторая часть, как вы прокомментируете сообщения, которые идут в украинских СМИ, о том, что якобы БУК после катастрофы направился, некая установка направилась в сторону российской границы, перетекла ее и ушла в Россию. Что-то знаете, может, об этом что вы можете сказать? Вы знаете, мне очень сложно комментировать сообщения украинских СМИ. Вы же знаете, что украинские СМИ, как интернет-смин, так и другие СМИ, ведут против нас информационную войну. Почему я должен комментировать всякую ложь? Установка была, которая была в России? Нет, установки не было на вооружении ополчения, никогда не было системы БУК. Сообщения о том, что была захвачена, есть из части ПВО? Являются информационным спамом. В части ПВО не было ни одной боеготовой системы БУК. Насколько я знаю, там вообще не было даже запчастей к системе БУК. То, что там не было вообще ни одной боеготовой системы БУК, подобной уроженной, это факт. Может быть, там были ПЗРК на вооружении ополчения, находится ПЗРК и зенитную установку на сегодняшний день. Все. Были сообщения о том, что три дня назад... Как вы думаете, если бы система БУК находилась, да, еще раз, вернусь к этому аспекту, на нашем вооружении, мы бы ее не использовали бы? Мы не могли сбивать во все дни, в том числе и в тот день, когда произошла эта ужасная трагедия, когда был сбит пассажирский самолет. Нас активно атаковала украинская боевая авиация. Мы с системой БУК, если бы она у нас была, могли бы сбить достаточно много самолетов противника. Но не сбивали почему-то. Все самолеты противника, которые мы сбивали в предыдущие дни, были сбиты на низких высотах во время штурмовки. Все они были сбиты на высоте до 3000 метров включительно. Если бы у нас была система БУК, то мы бы сбивали самолеты на больших высотах. Мы этого делать не могли. Я сам находился, когда выезжал со стрелковым к месту боевых действий, я сам находился под угрозой авиационного удара. Вот самолет летает, я его вижу. ПСРК есть, но ПСРК этот самолет не берут, потому что он летит на высоте 5000 метров примерно. Не в 10, а в 5, в половину меньшей высоте. Говорили о том, что Англ-6 был сбит. Это так или нет? Этот Англ, насколько я знаю, был сбит в районе действия вооруженных сил Луганской Народной Республики, не Донецкой. Я не могу отвечать за вооруженные силы Луганской Народной Республики совсем. Кроме того, по-моему, слухи о высоте, на которой был сбит этот Анг, это все-таки слухи. Он был сбит на существенно более низкой высоте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то общения, названия русской страны, официальные русские представители российские, которые сейчас как-то обзывают с вами свое участие? Ну, я не буду комментировать этот вопрос. Официально общение никакого нет. А не официально? Я не буду комментировать этот вопрос. Находится, да, 14 человек. Нет, нет, минуточку. Давайте разделим вопрос. ОБСЕ, Ниссия ОБСЕ, мы благодарны за то, что ее специалисты, еще раз, приехали очень быстро. У них реагирование составило примерно сутки. Вот случилась катастрофа, вот через сутки они были на месте уже. Но ОБСЕ занимается тем, что оно наблюдает за ситуацией. Представители ОБСЕ занимаются тем, что наблюдают за ситуацией, пытаются ее контролировать информационно. Я говорю прежде всего, и мои претензии адресуются группам экспертов, которые должны не контролировать ситуацию, а работать. Не наблюдать за ситуацией, а работать. Мы просили Александра Бука каким-то образом повлиять на ситуацию с целью ускорить приезд экспертов. Он обещал это сделать, насколько это возможно. Самому господину ГУ и его людям, которые прибыли очень быстро на место происшествия, мы вполне благодарны, выражаем благодарность. У нас к ним, к представителям ОБСЕ, нет претензий. Мы говорили о том, что мы с ним обсуждали эту проблему. Проблема состоит вне выезде до сих пор. Экспертных групп. Александр Бука. Александр Бука. Я думаю, что это не так, насколько возможно, их будут пускать везде. Им будет предоставляться максимально широкое поле действия. Вчера они были недовольны некоторыми ограничениями по передвижению, но эти ограничения были связаны с обычной безопасностью. Мы просто не можем наблюдать, если ОБСЕ подставить, чтобы обстрел противника. Александр Бука. А может украинская граница специально не пропустить экспертов сюда, к нам? Ну, я думаю, что может, но эти вопросы не ко мне. Что будет делать украинская граница, как выражается? Просто, чтобы вы поняли, вы недовольны тем, что мы приехали в 8-10, да, эксперты? Вы недовольны тем, что они не приехали. Они сказали, что не приехали, потому что они недовольны гарантией безопасности? Или почему они не приехали? Нет, мы ждем 81 эксперт. Мы ждем, мы ждем, когда они приедут. Мы им готовы предоставить гарантии безопасности. Они почему-то до сих пор сидят в Киеве и совещаются. В это время обстановка на месте действия существенно ухудшается. Ухудшается в гуманитарном аспекте, потому что, извините, на жаре тела погибших разлагаются. А с всех сторон почему? А они не приехали побыстрее? Это мне непонятно. Почему они не в состоянии проехать несколько часов на машине и появиться на месте действия? Вот именно это у меня и вызывают вопросы. Я обращался к представителям ОБС-7 с просьбой каким-то образом повлиять и поторопить этих экспертов, чтобы они прибыли на место действия как можно скорее. И приступили бы к работе. Подождите, я понимаю, они не едут. Почему они не едут? Вы говорите, мы не знаем. Может быть, мы тебе какие-то условия вам выдвигаем? Нет. Кто вас просит? Нет. От представителей ОБС-7, с которыми мы общались, никаких специальных условий для экспертов не было озвучено. Было сказано, что они приедут, но только в воскресенье. И, судя по всему, под вечер. Дело в том, что это у вас. А заполучение поступало информация о том, что в день срушения авиалайнера был сбит также Су-25 украинский, и обломки находятся в Лос-Малинске. Так ли это? И, в случае, поскольку такие просьбы будут на место срушения этого самолета также запущены международные средства? Если я не ошибаюсь, в этот день Су-25 не сбивали. До этого, в день предыдущий, было сбито два самолета, два штурмовика, которые действовали на Дмитровке и Мариновке. Действительно были сбиты два самолета. В этом были сбиты два самолета, которые действовали на низких высотах. Собственно, штурмовики для того и предназначены для того, чтобы действовать на низких высотах и, так сказать, действовать по позиции непосредственно. К Squendorz Нет, это нереально. Я не знаю, с кем договаривался глава СБУ Украины, но с нами он в контакт никакой не вступал. То есть это очередная информационная часть, элемент информационной войны. Просто, попросту говоря, утка. Продолжение два вопроса. То есть в районе крушения самолета боевые действия продолжаются, их интенсивность в предыдущих днях больше, меньше? Ну, в районе, слава Богу, в районе, непосредственно в районе крушения самолета, интенсивность боевых действий низкая достаточно. Это не самый опасный, не самый важный и тяжелый участок фронта. Хотя, в принципе, по всей линии фронта продолжаются бои. В некоторых местах достаточно интенсивно. Поэтому мы считаем, что как раз на этом участке, несмотря на его, так сказать, нейтральный характер, мы можем обеспечить достаточный уровень безопасности для того, чтобы все эксперты могли бы спокойно действовать. Алина Александрович, а мы на вопросы делаем результаты для того, чтобы все инстанкции остатавать, как были у нас еще интересные вопросы, где все инстанкции приехали. Алина Александрович, а также мы собираемся, начинаю с финала этого вопроса, собираемся так же организовывать, как будем организовывать и приезд всех экспертов. Будем обеспечивать им безопасность, хотя, конечно, это будет не такая простая проблема, потому что погибло, к сожалению, очень большое количество людей, и если приедут, соответственно, к нам много родственников погибших, да, то... А вы уже запросили, они всегда были желать родственников погибших? На нас они официально не выходили. Дело в том, что они взаимодействуют с официальными украинскими властями. Я знаю, что семьи пострадавших, некоторые семьи пострадавших уже находятся в Киеве. У меня есть такая информация. Вот если они изъявят желание прибыть в Донецк, то мы, естественно, им будем обеспечивать максимальную степень безопасности. Да, если они захотят прибыть в Донецк, чтобы оказаться ближе к месту происшествия, потому что пока ситуация такая, что тел погибших в Мариуполе нет. Если они захотят выехать в Донецк, то они приедут в Донецк. Если они захотят приехать в Мариуполь, когда там тела, допустим, окажутся, потому что это все предварительные договоренности, значит они будут прибыться в Мариуполь. Но их безопасность в Рюполе мы уже обеспечивать не можем, к сожалению. Как насчет фабиратки и безопасности, есть Олег Ренч? Идет? Нет, не идет. Вообще не идет? Вообще не идет, никто не...